Девушки отдыхают Девушки отдыхают В законе Господнем Как сказано в самом начале Книги стихов древних В Псалтире пророка Давида В законе Господнем поучаться день и ночь Надо же знать волю Божию Надо же Как вот например в этой книге Которую я хочу сегодня рассказать и напомнить Надо же Помнить о том что мы Принадлежим Богу Человеку Многим очень людям это открыто Для них это не требует доказательств Они знают что мы не Не от плесени Не от случайного столкновения Молекул Не в капусте найдены Не инопланетяне Нас Засеменили Осеменили землю Нашими клетками Генами Но даже если они То они откуда И так далее То есть для очень многих людей В чувстве сердца И в знании Совершенно непреложно Непреложно та истина Что да действительно Есть разумный дух Великий Источник жизни Бог Господь Который для нас стал и видимым Мы принадлежим ему И вот в самом начале книги Это и сказано Чтобы помнить Что мы принадлежим Богу Быть ближе к нему И любить его Что очень важно Для нас это не теоретическое знание Не отвлеченное То есть Исполнить свое назначение На земле И наследовать Вечную жизнь Не умереть Не пропасть Нам нужно больше знать о Боге Знать его святую волю То есть Закон Божий Как все просто И ясно Вот У меня в руках Здесь на столе Закон Божий Для семьи Для семьи И школы Со многими Иллюстрациями Составил Протеерей Серафим Слободской Я придерживаюсь Того мнения Отношусь К той группе людей В церкви Которые считают Что до сих пор Лучшего учебника По закону Божию Такого полного Такого многообразного Освещающего Свою тему С самых разных Точек зрения Привлекающего И научные данные И очень верно Благоговейно Излагающего Священное предание И пересказывающие Священное писание Церкви Лучшего На сегодняшний день В православии Русском Которое И за рубежом И на нашей Территории На территории России Российской Федерации И Тех стран Которые некогда Составляли Российскую империю Или Советский Союз Лучшего учебника Написано не было Вышел он впервые В начале 60-х годов И Благословил Его выход в свет Оверкий Архиепископ Сиракузско-Троицкий В Свято-Троицком Монастыре В Джордан-Вилле В штате Нью-Йорк В США Поэтому я и говорю Что и для зарубежной церкви И для нашей То есть Там были созданы условия Которые позволили Этой книге появиться на свет Написаться Родиться А как Отец Протерея Серафима Слободского Тоже священник Однажды сказал Своему сыну Страна наша Большая Была Они были тогда Уже в эмиграции Но не нашлось Ни одного человека Который бы Обстоятельно Доступно Красочно Неспешно Написал бы Составил бы Книгу О законе Божьем Юноша Серафим Выслушал эти слова И они запали ему в душу И потом Всем делом Его жизни Особым благословением На нем Почившим Вилось Написание Этого учебника Которое Заняло Больше Двадцати Лет Это Нескораспелый Плод Какого-то Легкомысленного Ума Это Очень Обстоятельный Весомый Настоящий Серьезный Труд В него Вложено Столько Любви Столько Труда Столько Мысли Что он Можно сказать Не остыл Он до сих пор Свое тепло И свой свет Отдает Вот Закон Божий Вышел в начале Шестидесятых годов И я Например Лично с ним Познакомился уже В семидесятые годы Но естественно В Таких Слепых Ксерокопировальных Изданиях Которые Ходили Передавались Из-под полы Ходили Между людьми Верующими А Когда Русская церковь Милостью Божией Снова Вышла На Свободу Исповедание Своей веры И надежды В конце Восьмидесятых Годов Тогда Появились И самые Первые Издания Этого Учебника Его Даже Учебником Не назовешь По-настоящему Потому что Это Замечательная Книга И Какую Страницу Не раскроешь Все В ней Любопытно Замечательно Изложено Прекрасным Русским Языком А Каждый Раздел Сопровожден Беседами Или Выдержками Из Научных Изданий Или Приведены Мнения Выдающихся Людей Ученых В том числе Которые Подтверждают Подлинность Истинность Глубину Достоверность Того О чем нам Сообщает Священное Писание Или Предание Церкви Раскроем только Оглавление И мы увидим Как многообразен Этот учебник В нем Раскрыты Освещены Все грани Нашей Духовной Православной Христианской Жизни В части Первой Речь идет О фундаментальных Или как Их называет Автор Предварительных Понятиях О мире О боди О свойствах Божиих О молитве О том Что такое Грех И о конкретных Вещах Как нужно Совершать Творить Крестное Знамение И даже О поклонах И о храме И о святых Ангелах И о том Что такое Икона И как правильно Понимать Благословение Священника И как им пользоваться И почему Наконец Мы называемся Православными Христианами Обо всем этом Учебник Эта книга Нам сообщает А потом Она учит нас Правильно Молиться Излагает нам Смысл И толкует Самые известные Молитвы А потом Переходит К изложению Священного Писания Ветхого Завета Рассказывает О Библии Не пересказывает А именно Сжато Кратко Лаконично Из книг Ветхозаветных Извлекает Наиболее Существенное Близкое И важное Нам И само Это извлечение Уже является Своеобразным Комментарием То есть Что На что ты указал Что На что Обратил Внимание То уже На взгляд Автора И есть Суть Излагаемого События Книги Отрывка Из Священного Писания Далее Речь идет О Назначении Человека О Понятии Откровения Естественное Когда из Самого Мира Человек Получает Сведения О том Что он Не случайно Возник А у него Есть Автор То есть О Создателе И о Сверхъестественном Божественном Откровении Которое Дано нам Священном Предании И Священном Писании Об этом Тоже Идет Речь А потом Краткие Сведения О Вселенских Соборах Эта книга Она еще И энциклопедия Когда хочешь Что-то Узнать Дату Постановления Решения Существо Обсуждаемого Вопроса Отцами Церкви Вселенскими Соборами То прямо Обращайся К этой книге Она послужит Тебе Исправочником И наконец Разбирается Очень подробно Символ Веры Это древний Текст Древний Символ Который Излагает нам Лаконично Чеканно Сжато И очень ясно И глубоко Все то Во что Верят Христиане Во всем мире И о жизни Христианской И о заповедях Божьих И о богослужении Православной Церкви Обо всем Об этом Нам рассказывает Эта книга Ну и конечно же О Новом Завете О той эпохе В которую Существуем мы Вот например Беседа На историю Иосифа Прекрасного Записанная На языке Деревьев Одна маленькая Иллюстрация Чтобы нам понять Как увлекательно Как замечательно Эта книга Это одна из Статей Которых было Очень много Она Напечатана В журнале Наша страна Издаваемым Издававшимся Некогда в Аргентине В Буэнос-Айресе И автором Ее является Протеерей Николай Смирнов Он вспоминает Свою молодость Как он однажды Пришел В египетский Отдел Эрмитажа И Некая госпожа Хранительница И ученый Флитнер Показала ему На Изделия Из дерева Древнеегипетские Которые Относились Ко времени Тринадцатого Восемнадцатого Веков До Рождества Христова Что в этом Было Замечательного Когда он Исследовал Эти Шкатулки И Другие Деревянные Вещи Прекрасно Сохранившиеся С того Времени Что само По себе Удивительно Он Понял Что они Изготовлены Из Нильской Акации А Мастера Египта Они Пользовались Или деревом Из Эфиопии Верховьев Нила Или Деревом Которое Росло По берегам Нила Сикамора И Акация И Изучая Эти Изделия Ящички Шкатулки Он Увидел Что Некоторые Относящиеся К определенному Времени Сделаны Из Обрубка Низкой Акации Обрубок Был Мастером Расколот На тонкие Дощечки Из Которых При помощи Растительной Смолы Был Склеен Ящичек Тождественность Рисунка Древесных Слоев Была Видна На всех Стенках Ящичка Причем Рисунок Этот Оказался Исключительным Многоговорящим На всех Дощечках Бросалось В глаза Наличие Очень Широких И Очень Узких Слоев Мы Их Называем Еще Кольцами Наспили Дерево Каждое Кольцо Это Год Дерево Растет Расширяется И Вбирает Себя Очередное Кольцо Когда Срезаешь Слой Древесины То Можешь Узнать И сколько Ему Лет И даже То В каких Условиях Протекал Рост В тот Или иной Год Это Чередование Шло Таким Образом Сначала Шла Группа Из шести Необычайно Широких Как бы таких Вольготных Широких Плотных Вобравших Себя Солнце И воду Слоев А за ней За За Группой Широких Слоев Непосредственно Следовала Группа Состоявшая Из семи Слоев Очень Узких Последовательность Слоев Во времени Может быть Установлена Без особого Затруднения Каждым Кто знаком Со строением Так называемой Весенней И осенней Древесины Автор далее Исследует И приходит К выводу Сопоставляя Хронологию Что Эта Акация Росла Во времена Фараонов Диксосов Одной Из династий И все то Что рассказано В последних Главах Книги Бытия О жизни Иосифа Прекрасного Которого Фараон Попросил Истолковать Не дававший Ему Покою Сон О том Что однажды Из Нила Вышло Семь Тучных Коров А потом Вслед за ними Семь Крав Тощих И тощие Коровы Съели Тучных Коров А потом Выросло Семь Полновесных Колосьев А за ними Семь колосьев Совершенно Убодих Сухих И семь Тощих Колосьев Съела Семь Полновесных Колосьев Никто Не может Разгадать И только Виночерпий Которого Фараон Помиловал Ахлебодара Приказал Казнить Вспоминает Есть Человек Который Нам Много Верного Напророчествовал Мы с ним Сидели В тюрьме Фараон Велит Его Призвать И говорит Что за сон Я видел И тот Говорит Сначала Будет Семь Годов Изобилия В Египте Будет Все Расти Будут Цвести Деревья Будет Необыкновенный Урожай Все Пойдет В рост Все Будет Мощным А потом Наступит Семь Годов Страшного Голода Засухи И эти Семь лет Сожрут Эти семь лет Засухи Сожрут Все накопленное Поедят Истребят Все то Что было В годы Изобилия Поэтому Фараон Позаботься Об этом И прикажи Чтобы были Созданы Специальные Хранилища Чтобы были Прорыты Каналы Чтобы были Распорядители Чтобы страна Не погибла Фараон Слушает его И говорит Своим советникам А кто Кроме него Лучше справиться С этой задачей И так Иосиф Становится Вторым В государстве Сохраняет Потом жизнь Своей семьи И благодаря этому В Египте Появляется И разрастается Тот народ Который В свое время Выходит Из него Из Рабства А этот народ Со временем В рабство Попал Египтянам И С него Начинается История Израильского народа Во святой земле В Палестине От которого Мы преемственно Получили Нашу веру Христианскую Потому что Именно В этот народ Единственный На земле Хранивший память О едином Боге Творце Создатели И промыслители Сохранилась Вера В Бога И именно К этому народу Бог приходит А Иосиф Один из тех Кто в самом Начале Этого пути А наука Естество Знания И музей И наша Культура Она вдруг Раскрывает Удивительные Подтверждения Того Что Библия Это Не миф Что Все Что в ней Сказано Сущая Правда Аминь Продолжение следует